МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо тебе большое. Спасибо вам. Людмила Матушевская с года в год печёт куличи сама, но в этот раз не смогла устоять перед готовым ароматным красавцем. Светлый праздник Пасхи в её доме ждут с предвкушением. Это светлый праздник. Мы готовимся всей семьёй. Очень любим. Это благодать. Румяный и нарядный, с хрустящей глазурью – главный символ пасхального стола кулич. В этом году производители не поскупились ни на количество выпечки, ни на красивый декор. Цветы кренделя, зефир красуются поверх глазури. Производители из Рязани уверяют, что и на вкус они также хороши. Добавляем молоко, сливочки домашние, масло домашнее. Всё входит в этом составе. Состав этого кондитерского шедевра необычен. Сделан по итальянскому рецепту и называется панеттони. Ваниль, миндальная мука, цукаты, привезённые из Сицилии. Тесто для такого кулича настаивают два дня. И это далеко не все тонкости его приготовления. Для того, чтобы он был таким воздушным, имел такую шапку, после того, как кулич испыкается, выпыкается, его вот так переворачивают, и он так остушается. 1450 рублей за итальянский кулич из Рузы. Кстати, стоимость главного блюда пасхального стола – от 400 рублей и выше. Цена зависит от веса кондитерского изделия. Например, 900-граммовый обойдётся в 2200 рублей. В составе произойдёт натуральные компоненты. Это наш набор. И, конечно, любимая многими творожная пасха. Красивая форма и неграмма муки – идеальный рецепт для тех, кому противопоказан глютен. По составу калорийности могу сказать, да, что она будет жирновата, но позволить в праздник себе кусочек можно. Лучше съесть вкусное, натуральное, без всяких добавок. Пускай она будет немного жирная, но зато она будет натуральной. Подготовка к празднику одинцовцев идёт полным ходом. Большие очереди за нужными ингредиентами тому подтверждение. Купить или приготовить самим – мнения разнятся. Самый лучший кулич – это из своих рук, со своих продуктами, с тем, чтобы как-то вложить душу в него. Готовить самим слишком накладно по кошельку выходит. А купить, они же всё-таки большое количество делают, всё дешевле выходит. Куличи, правда, сами не печём, но покупаем куличи, желательно уже освечённые. Сложно представить пасхальный стол без кулича, крашеных яиц и творожной пасхи. Верующие считают эти блюда символом воскрешения и новой жизни. 5 мая весь православный мир отметит светлое Христово воскресение. Татьяна Верняковская, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Субтитры создавал DimaTorzok